В этот день, 2 августа, отмечаем наш праздник, праздник воздушно-десантных войск. И читаем молитву, Куран тем ребятам, нашим боевым товарищам, которые погибли на афганской земле, на афганской войне. Это как бы традиция, ежегодная традиция. И я бы хотел еще отметить, что сегодня не только у нас в Казахстане, не только в Чемкенте, по всему, во всех республиках бывшего союза, Советско-социалистических республик, во всех городах отмечается этот праздник. Праздник воздушно-десантных войск. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. Во времена СССР эти войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. Особенно отличились они во время афганской войны. Многие десантники являются членами Союза ветеранов войны в Афганистане. Именно воины-афганцы помогли оставить историческое название войск в казахстанской армии. Этому дню я скажу, что у нас большая заслуга нашего Союза ветеранов Афганистана. В том, что до прошлого года не было названия воздушно-десантных войск. Было название аэромобильные войска. Как бы название десантника смазалось. И многие ребята, которые служили в десантных войсках в свое время, носят тельняшки, они сказали, что нас размазали, у нас пропал свой статус. И благодаря тому, что мы поработали с Министерством обороны, с аэромобильными войсками, нам вернули название десантно-штурмовые войска. А закончился митинг у мемориала павшим воинам-афганцам торжественным вручением медали десантнику-интернационалисту Серику Ильясову. От имени российских братьев по оружию, председателя Республиканского союза воинов-интернационалистов Шарип Утигенов вручил ему Орден Маргелова. Одну из высших наград воздушного братства. Даняр Ходайбергенов, Марат Давлетов, Ербулат Султаев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.